Здравствуйте, мои юные любители воровства! Сегодня в программе биография самого блатного среди лазающих и самого лазающего среди блатных. Человека, который в одиночку может сдать на металлолом целый завод, используя для этого лишь разводник, отвертку, сумку для краденого и свое богатое воображение. Человека, который сносит бомбарные гермы своими железными яйцами и стальным хуем. Тот, кто может за 45 секунд распилить самолет и увезти его в приемку на бабкиной тележке. Настоящего короля школьников. Единственного лазальщика в мире, который учился не на двойке. Федора Алпатова! Как мы все прекрасно знаем, исходя из последних событий, многие лазальщики завершили свою карьеру. Те, кто раньше с гордостью обворовывал противоракетные установки С-300, получая попутно пулю в ногу. Сейчас вдруг резко стали охуеть какими праведными. Теперь воровать грешно, воровать плохо, воровать стыдно. Если раньше все мерились хуями, выясняя, кто больше всех накристалил, то сейчас те же самые ребята, которые практически не вылазили из приемки краденого, стараются максимально доказать всем, шути руки ничего на кралы. Ведь еще совсем недавно обдвухстволить военный объект считалось подвигом. Никто и подумать не мог, что теперь за проникновение на обоссанную заброшку могут привязать к дереву и выебать в жопу. Дошло до того, что воришки перестали гордо называть воровство работой. Теперь они врут, что они хуёграфы. Причем не только ментам и охранникам заводов, а даже друг другу. Как мы все прекрасно знаем, именно из-за этих обстоятельств герой нашей сегодняшней программы завершил свою карьеру. Сегодня, детишки, я расскажу вам обо всем этом по порядку. 20 августа 2022 года в албанском городке Грамши, бла-бла-бла, вы это все и так прекрасно знаете. Хотя, ладно, расскажу полностью. Итак, команда воришек, ой, тьфу, урбан-эксплореров, простите. Городских исследователей по-нашему. Команда городских исследователей в составе Федора Алпатова, Михаила Зорина и 33-летней Светланы Тимофеевой, более известной как Лана Сатар, абсолютно забив хуй на опасную политическую обстановку, поехали на гастроли по Гейропе покорять местные залазы. Лана, кстати, задом наперед читается как Аннал. И как раз именно словосочетанием «мальчишковый Аннал» называют наше с вами прекрасное ремесло – лазанье на заводы. То есть у нее пиздец какое крутое имя, зашифровавшее в своем названии слово Аннал. У Федора Алпатова тоже есть погоняло. Во всех соцсетях он подписывается как цианидиум. А цианидиум – это химическое вещество, которое используют для добычи золота. Ну, рыжья, по-нашему. Раствор серной кислоты и этого самого цианидиума каким-то хуем смешивается, растворяет рыжье, происходит какая-то химическая реакция и пиздец. В общем, именно из-за этого данное вещество также используют скупщики краденого, чтобы переплавлять кристаллики в слитки рыжья. То есть прозвище Федора по сути означает «растворитель рыжья». Теперь поняли, да? Блять, неважно. В общем, они приехали в Албанию, причем не на обоссанной бабкиной тележке, а на дорогой спортивной тачке, которую так любит Федор. Они нашли там завод. Естественно, нужно было провести разведку и послать кого-то вперед в качестве пушечного мяса. Торпедой, конечно же, выбрали Зорина, так как он самый слабый и малоизвестный член команды, и его не жалко. Естественно, деды его тут же спалили и погнались за ним. Ну и как нетрудно догадаться, по закону жанра, второстепенный персонаж всегда погибает первым. Он героически пытался отбиться от дедов, и словно змей выпустил струю ядовитого перцового баллона им в ебало. Но у мощных албанских дедов, в отличие от хуевых советских, был резист к яду, и им было похуй на дешевый китайский газовый баллончик. Злодея тут же покрутили, и уже через час Зорин с разбитым ебалом и разорванным очком был доставлен в албанскую ментовку. Запал был настолько грандиозным, что менты практически сразу задержали машину, где сидели два других злодея. И в тот же день все трое преступников были доставлены в обезьянник. Всё, звездец, приплыли. Случись это принималого на год раньше, всем было бы похуй. Фёдор просто заплатил бы мусорам 400 долларов, как он всегда делал в Украине, и пошёл бы дальше лазить по помойкам. Но непреодолимая тяга к коллекционированию гнилых противогазов заставила их полезть на самый анальный завод, в самое хуёвое и неподходящее для этого время. Из-за того, что у Ланы и Миши были с собой ихватные паспорта, их обвинили в шпионаже. Поднялся такой международный скандал, которого не было даже во времена знаменитого подвига лысого школьника с простреленной ногой. Поднялась лютая суета. На место происшествия лично приехал президент Албании. Генеральный секретарь НАТО поднял по тревоге всю армию. Американцы привели в боевую готовность ядерные боеголовки. Всё население Западной Украины съебалось нахуй в Польшу. Аллигаторы в страхе разориться начали срочно продавать свой бизнес. Новость транслировали по всем зомбоящикам. Пиздец полный. Кто бы мог подумать, что киевский школьник, лазающий по помойкам, спровоцирует Третью мировую войну. Но потом президент Албании заметил, что завод, на который залезли эти хулиганы, выглядит как срадое дерьмо. Он немного поразмышлял, и до него вдруг дошло. Оказывается, они залезли туда не чтоб шпионить, а чтоб просто пассать. Но, естественно, это меняет всю картину. Обвинения в шпионаже были тут же сняты, и были выдвинуты уже новые. Незаконное обсыкание объектов военной инфраструктуры. Естественно, теперь их будут судить уже за это. Статья «Хуй знает какая» Уголовного кодекса Албании предусматривает за данное преступление наказание в виде принудительной чистки параши на срок хуй знает сколько. Наши искатели приключений, конечно же, не захотели мыть парашу. Федя, как всегда, попытался откупиться деньгами. Миша притворился сумасшедшим. Алана начала давить на жалость, выкладывая в инстаграм фотки с животными, чтобы показать, какая она добрая, и что ей нельзя в тюрьму к злобным зечкам. Что бы они ни делали, нихуя не помогало. Осложнялось все это еще и тем, что Федор обладает очень плохой репутацией среди лазельщиков. Из-за сложного характера он пересрался практически со всеми, с кем когда-либо ходил на залаз. Поэтому после такого грандиозного принималого никто не поддержал его и не попытался вытащить из ментовки, а лишь публично закидывали хуями и всячески злорадствовали. Многие называют это кармой, ведь Федор был не просто лазельщиком, он был самым охуевшим лазельщиком, который делал самые невероятные вещи, чтобы попадать на объекты. Его наработки и уникальный стиль шатания до сих пор используют многие школьники. Шатать за лазы, проделывая в них огромные дырки, называется в народе стиль Федора. Его история окончена, но дырки в заборах, сделанные его руками, через которые до сих пор лазят школьники, останутся в веках. Вот такая вот хуйня, детишки. Если это видео наберет один лайк, я сниму документальный фильм про Артема Шенона. Всем пока, не подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok